Светлана Тихановская призвала президента Украины заручиться поддержкой двух народов, ведь белорусы и украинцы имеют общую цель. Тихановская заявила, что белорусы и украинцы должны оставаться едиными, напомнив о белорусских добровольцах, помогающих украинцам, железнодорожных партизанах и белорусах, отслеживающих и сообщающих о продвижении российской техники. Она подчеркнула, что к ответственности будут привлечены все винованные военной агрессии и использовании территории Беларуси в качестве плацдарма для наступления, но Лукашенко и его помощники, а не весь белорусский народ. Недавняя военная активность в Беларуси в сочетании с влиянием Путина на Лукашенко свидетельствует о сохранившейся угрозе подключения белорусских войск к боевым действиям в Украине. За два дня с российского вторжения министр обороны Украины разговаривал по телефону со своим белорусским коллегой, который заверил его, что никакого нападения на Украину с территории Беларуси не будет. За день до российского вторжения то же самое сообщил главный пограничник Украины, его собеседник в Минске. Этот резкий эпизод иллюстрирует важность того, чтобы обращать внимание больше на действия, чем на слова белорусских властей, поэтому, возможно, стоит выйти за рамки официальных заявлений при рассмотрении недавних военных действий внутри страны. В начале войны белорусский лидер Александр Лукашенко активно поддерживал Россию, но чем больше приостанавливалось наступление русских и чем больше потерь несла Москва, тем менее воинственной становилась риторика Лукашенко. В первые дни войны он пообещал направить белорусские войска в Украину по запросу, чтобы они воевали на стороне России. Теперь это переросло в утверждение Лукашенко о том, что Беларусь хочет мира, что некоторые наблюдатели интерпретируют как попытку дистанцироваться от Москвы. Тем не менее, перед лицом надвигающегося экономического кризиса и устойчивого сопротивления внутри страны, лучший способ для Лукашенко удержаться у власти по-прежнему держаться поближе к Москве. И рычаги воздействия России наряду с жестоким подавлением Лукашенко инакомыслия могут быстро подтолкнуть его к действиям, которые противоречат его новому примирительному тону. Режим Лукашенко также находится в крайне тяжелом экономическом положении. Единственным ее спасателем от масштабного кризиса может стать Москва, которая сама не имеет финансовых ресурсов и в наступающем году переживает значительный экономический спад. Вполне вероятно, что Лукашенко еще больше усилит масштабы репрессии, поскольку в ближайшие месяцы усилится риск рабочих беспорядков и забастовок. Оппоненты Лукашенко чувствуют уязвимость и готовятся действовать. Команда лидера оппозиции Светлана Тихановская открыла свой первый зарубежный офис в Киеве. Они рассчитывают синхронизировать усилия с украинскими властями, чтобы оказать давление как на Лукашенко, так и на Путина. Кроме того, Калиновский полк, подразделение белорусских солдат, которые сражаются за Украину, пообещал, что после помощи Украине в победы его цель – свержение режима Лукашенко. Возможно, тогда именно предчувствие трудных и опасных времен объясняет недавнюю военную активность белорусских властей.